Доброе утро, братья и сестры! Мир вам и Божие благословения! Итак, продвигаясь под чину литургии Иоанна Златоуста, мы дошли до момента причащения мирян святыми дарами. Это очень ответственный момент богослужения. «Перед началом причащения читается молитва святого Иоанна Златоуста «Верую Господи и исповедую, якутыся воистину Христос, сын Бога Живаго, пришедый в мир грешный спасти, от них же первый есим аз». И так далее. Ну, глубоко верующие люди, которые постоянно причащаются святых Христов к тайн и относятся к этому ответственно и готовятся, эту молитву знают практически наизусть. Все. Они повторяют со священником, когда стоишь в чаши и видишь, как люди за тобой следом скольку бы шевелятся у людей, повторяют эту молитву. Во время причащения есть разные традиции. Строго если по уставу, то надо петь причастный стих того дня, в который совершается богослужение. Ну, этот стих может спеть только хор, а хору, как правило, нужна некоторая передышка, и поэтому поет народ. Ну, и народу надо поучаствовать в массовом пении богослужебном. Как правило, символ веры поет у нас всем приходом. Молитву Господню Отче наш. В воскресные дни поют воскресенье Христово увидевши. И во время причащения поют тело Христово приимития. Напев, как правило, традиционный, это напев припевок на девятой песне на средине Господня. Ну, звучит он так. Тело Христово приимитие Есть и такая традиция, когда во время причащения мирян хор исполняет какое-либо песнопение. Мне доводилось в одном храме, в московском храме, в котором хороший приходской хор слышит в момент причащения мирян исполнение хорового концерта Дмитрия Степановича Бортнянского концерт номер 24 «Возведок отче моей в горы. Отнюдь же приедет помощь моя». И очень получалось торжественно. В храме стояла идеальная тишина, потому что все внимательно слушали, причастники благоговейно подходили к чаше. Это инициатива служащего, священника, настоятеля, который сам музыкант, знаток церковного пения и любит так, чтобы богослужение всегда содержало какую-нибудь певческую изюминку. А послушать, а точнее даже посмотреть, я предлагаю пение «Тело Христово приимитие». Это образец раннего русского многоголосия с нашего концерта, с концерта хора в этом году, 22 мая, в Театре «Золотое кольцо». Всего вам доброго. До свидания. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате «Концерт-лекции», то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры Чайка, ближайшее метро станция «Семеновская». Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижения Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Вородинскую битву. И 27 ноября это театр «Золотое кольцо», там где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста. Песнопение из Литургии Святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется Рождественские песнопения. И русские народные песни, которые мы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.